Добрый день, мои господа, меня зовут Арман Крылов, и сегодня мы в рамках моего введенного курса «Тотальный контроль» продолжаем говорить об эссенциальных навыках, которые необходимо использовать, если вы хотите достигнуть того всего, что вы желаете. В прошлом видео мы говорили о планировании, я надеюсь, вы также выполнили домашнее задание, которое я предложил вам в конце видео. В этом видео я бы хотел поговорить о следующем навыке, а именно об обучаемости. Что я подразумеваю под этим, это способность изучать что-либо новое и после этого воспроизводить данные знания, которые вы получили. Существует также большое количество различных методик по обучению. В свое время, когда я готовился к медицинскому немецкому, а также к медицинским экзаменам здесь в Германии, я понял, что, к сожалению, во время всей своей жизни я учился очень неэффективно, и это было проблема не в том, что были плохие учителя, я просто не знал, как правильно учиться. Ну, отчасти также это и постсоветская система обучения, где вас не учат, как правильно учиться. Соответственно, когда я первый раз прочитал доклад о сданном экзамене фахшпрахпрюфинг, я подумал, ничего себе, как человек может столько всего знать. Хотя, прежде я подумал, что фахшпрахпрюфинг, что в этом сложного, сдам и сдам. Но первый раз, как только я увидел доклад, я понял, что необходимо за короткое время выучить большие объемы знаний. Что я сделал в этом случае? Я начал постсоветку учиться правильно учиться. В первую очередь, я зашел в интернет, посмотрел, какие методики существуют. Существует большое количество методик, но самое эффективное, которое мне больше всего помогло, это методика Фейнмана. О ней подробнее можете прочитать в интернете, но суть ее заключается в том, что если вы можете объяснить простыми словами что-либо, какую-нибудь сложную тему, даже какому-нибудь пятилетнему ребенку, и он при этом ее поймет, то в этом случае можно сказать, что вы эту тему знаете хорошо. Как я ее применял на практике? Я садился перед зеркалом, представлял, что я веду диалог и пытался объяснить какую-то тему. После этого я купил себе доску на стену, и на этой доске я рисовал разнообразные темы, тех вещей, которые я выучил, и параллельно я представлял, что я веду лекцию, скажем так, перед аудиторией. И за счет того, что я по несколько раз повторял одни и те же вещи и воспроизводил то, что я прочитал, это хорошо отложилось в моей памяти. Во-первых. Во-вторых, я понимал те процессы, которые я изучаю. Существуют также другие методики обучения, о которых я могу рассказать, если вам будет интересно, если вы напишите вопросы в комментариях. Но самое главное, что вам надо понять, что, как и любая привычка, это требует времени, чтобы вы начали определенное время сидеть и что-то учить, и что-то понимать. Вы сами для себя вырабатываете определенные методики, и со временем вы делаете их более эффективными, таким образом, что вы можете за короткое время изучать большое количество данных. Не помню, я рассказал в одном из своих видео или нет, но когда мне необходимо было подготовиться к фасшпрок-прюфинг и в последующем необходимо было подготовиться к остальным экзаменам, я подготовился, можно сказать, к антис-прюфингу еще до того, как я сдавал фасшпрок-прюфинг, потому что я очень долгое время ждал термина на экзамен. И тогда в течение около пяти-шести месяцев я, можно сказать, выучил с нуля физиологию, патофизиологию, хирургию и инер-медицин, за исключением гематологии и рематологии. Честно говоря, я сама себя был в шоке, но это у меня получилось только за счет того, что я использовал различные методики по обучению, оптимизировал их под себя и за счет этого смог настолько оптимизировать свой учебный процесс, что в течение дня я мог очень эффективно заниматься. В принципе, это все. Для следующего видео, на следующей неделе у меня есть для вас домашнее задание. Это, во-первых, посмотреть, что такое методика Фейнмана и попробовать применить ее на практике. Например, взять какую-либо тему и попытаться ее упростить, понять и рассказать кому-либо и посмотреть, получилось у вас это или нет. Самое главное в процессе обучения это не то, сколько вы всего вызвалили, а то, насколько хорошо вы понимаете тему и насколько хорошо вы можете ее воспроизвести. Иначе не имеет смысла прочитать вы одну книгу, две книги, десять или сто книг. Если вы не можете понять, что о чем идет речь в данной книге, то, соответственно, все, что вы делали до этого, это была просто бессмысленная трата времени. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если нет, то, пожалуйста, можете с огромным удовольствием поставить мне дизлайк. Вопросы оставляйте в комментариях, точно так же, как и предложения. В описании к видео находятся ссылки на полезные ресурсы, а также на мои соцсети, в том числе и на канал Апробацион Фюанфенга и на группу в Фейсбуке. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Большое спасибо за внимание.